Вододин 28 ноября родились. Поэт Александр Блок. Антон Рубинштейн, композитор-пианист, основатель первой в России консерватории. Александр Апикушин, русский скульптор, автор известнейшего памятника Александру Пушкину в Москве. В этот день 28 ноября 1812 года на реке Березине началось последнее сражение наполеоновской армии в России. 28 ноября 1912 года начал работу 4-й созыв Государственной думы. Он же стал последним перед распуском в октябре 1917 года. 28 ноября 1940 года в середине инструкции НКВД к антисоветским элементам причислены эсперантисты и филателисты. 28 ноября 1943 года в Тагеране открылась конференция «Большой тройки» США, Советский Союз и Великобритания. Встреча в иранской столице Встреча в иранской столице – первое рандеву трех ведущих стран антигитлеровской коалиции, за 4 года с начала Второй мировой. Обсуждалось послевоенное устройство Европы. Но главный вопрос – будут ли и где будут открывать Второй фронт против Германии западные союзники СССР? Еще летом 1941 года Сталин выразил пожелание своему коллеге Черчиллю – военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе – Северная Франция и на Севере – Арктика. Тот осторожно ответил – начальники штабов не видят возможности что-либо сделать в таких размерах, чтобы это могло принести вам хотя бы самую малую пользу. Большинство британских военачальников было солидарно с мнением Гитлера – колосс на глиняных ногах рухнет до зимы. Американцы были настроены оптимистичнее. Британский посол США рапортовал в Лондон. Американские высшие военные руководители полагают, что хотя поражение нельзя исключить, ситуация на данную минуту и в ближайшем будущем представляется неплохой, и русские держатся просто замечательно. А вот после первой крупной победы под Москвой зимой 41-42-го переговоры активизировались. Открыть фронт планировали уже в 42-м году. Большие надежды возлагал Сталин на переговоры с Черчиллем в Москве в августе 42-го. Это был первый визит британского премьера в Советский Союз. На ней вождь обрисовал тягостное положение на юге страны. Немцы пытались отбить нефтеносный промышлен Кавказа и уже стояли у стен Сталинграда. Сталин настойчиво просил о высадке уже в этом году, но Черчилль отказал. Британский дипломат Кларк Керр присутствовал на встрече и запомнил реакцию Сталина на отказ. Он нахмурился так, что по лицу пошли глубокие морщения. Черчилль заверил, что весной следующего года 48 дивизий будут готовы высадиться во Франции. Вместо этого в июле 43-го произошла высадка полумиллионной группы войск на Сицилию. Союзники медлили, перебирали варианты, где и когда открыть второй фронт. О причинах этих сомнений доложил советский резидент в Лондоне генерал Скляров. Второй фронт в Западной Европе не открывается по чисто политическим соображениям. Считается, что русские недостаточно ослаблены и все еще представляют собой большую силу, которую опасаются как в Англии, так и в Америке. Так писал он в октябре 1943 года. Многое должно было решиться в Тагеране. Конференции там советская сторона готовилась основательно. Она не раз напоминала о данных с западными союзниками обещаниях. Разведчики в США и Англии доставляли в центр сведения о планах и настроениях. Подготовили и площадку для переговоров. Так как Рукзвельд больше Черчилля склонялся к французскому варианту высадки, его поселили в лучшем доме Тагерана в советском посольстве. Здание осталось со времен Российской империи. Президент жил в царской роскоши. Из-за его жалоб на лягушек, мешающих спать по ночам, советская охрана за одну ночь нашла и уничтожила их всех. Лишь бы Рукзвельд принял нужное решение. Ему же Сталин любезно предложил председательствовать на переговорах. Оставалось склонить Черчилля к общему мнению. Тот желал открытия фронта на Балканах, что очень было невыгодно СССР. Да еще был недоволен советско-американским сближением. Был еще один стимулирующий правильное решение факт – внушительная победа в Курской битве. Не случайно в послевоенных мемуарах Черчилль отмечал, что честь почти всех побед на суше принадлежит русским. В итоге в Тагеране союзники торжественно пообещали открыть фронт во Франции. И это была одна из самых крупных дипломатических побед в истории СССР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова